Знания, которые молодой Державин получил в Казанской гимназии, были отрывочными и сумбурными. Он прекрасно знал немецкий язык, но не владел французским, много читал, но имел смутные представления о правилах стихосложения. Впрочем, быть может, именно этот факт в будущем дал возможность великому стихотворцу писать, не задумываясь о правилах и нарушая их в угоду своему вдохновению. А стать солнцем русской поэзии Державину удалось благодаря невезению за карточным столом. Проигравшись в пух и прах, Гаврил Романович закрывал в своем доме все двери и ставни и голодный, обязательно голодный, садился слагать вирши, стараясь отвлечь себя этим от горестных раздумий. На картишке Державин подсел в 1767 году, когда в чине каптан Армуса лейб-гвардии Преображенского полка был командирован на Валдай. Надзирает за приготовлением лошадей к приезду императрицы, а Валдай в те времена был известен как столица разврата с огромным количеством кабаков, наполненных продажными девками и карточными шулерами всех мастей. О том, что ее отпрыск увлекся карточной игрой, матушка Гаврила Державина не знала. Не знала, иначе не доверила бы денег на покупку деревушки в 300 душ. Вот с этим поручением будущий поэт был отправлен в Москву, где остановился у своего двоюродного брата Ивана Блудова. Фамилия-то какая, а? Иван Блудов. Кто же знал, что в этом доме с утра до ночи шли грандиознейшие попойки, сопровозавшиеся карточной игрой, песнями цыган и рычанием дрессированных пьяных медведей. Матушкины деньги были спущены за карточным столом до последней копейки. Нужно было срочно отыгрываться. И Державин, решив освоить опасное ремесло карточного шулера, сводит знакомство с сомнительными личностями и, научившись кое-каким приемом у них, начинает играть в трактирах. Увы или, к счастью, он был посредственным учеником и, несмотря на жульничество, проигрался еще больше. Разгневанная матушка вызвала его домой. Он каялся, рвал на себе парик, обещал больше не играть. Но, вернувшись в Москву, взялся за старое. Слухи о том, что офицер Державин, взяв полугодовой отпуск, ведет в Москве беспутный образ жизни, дошли до полкового начальства, которое пригрозило картежнику разжалованием в солдаты. А московская полиция завела на него уголовное дело по обвинению в карточном мошенничестве. Следствие затянулось на несколько лет, но доказать вину будущего светча русской поэзии не удалось. Не удалось, поскольку он ушел в глухую несознанку. Побывав под следствием, Державин решил с шульничством завязать навсегда, написал пронзительный стих раскаяния и в марте 1770 года, заняв у друга матери 50 рублей, поскакал прочь из Москвы, прочь, Петербург, к новой жизни. Однако силы воли хватило только до Твери, где, встретив старого приятеля, он немедленно прокутил с ним все деньги и занял еще полтинник, который был проигран уже в Нижнем Новгороде. Ну и добравшись, наконец, до столичного Петербурга, Гаврилы вынужден был занять у однополчанина 80 рублей и снова стал играть. Однако теперь, теперь Державин поклялся самому себе, что больше никогда не будет шулером. Но тут случилась новая беда. Встав на путь исправления, Державин как-то поручился за своего приятеля, поручика Маслова, поручился в дворянском банке. Проигравшись в пух и прах, Маслов скрылся в Сибири, а с Державина потребовали весь его банковский долг. Не пятьдесят, не сто, а двадцать тысяч рублей. Что делать? Что делать? Лихорадочно соображал Державин. Ответно просился сам собой играть. На последние пятьдесят Державин отправляется в игорный дом капитана Джердинского и в первый же вечер выигрывает восемь тысяч. А через несколько дней, играя, кстати, абсолютно честно, поднимает выигрыш до сорока тысяч. Отныне никогда больше он не испытывал недостатка в деньгах. Хотите верьте, хотите нет, но с этого момента до самого конца жизни он неизменно выигрывал. В старости Державин очень любил играть в карты со знаменитым гадателем Михаилом Ивановичем Веревкиным. Веревкин директорствовал в Казанской гимназии, когда Державин там учился. «Помнишь ли, как ты называл меня болваном и тупицей?» – говаривал потом бывший ученик, ставшим министром, статс-секретарем и знаменитым российским поэтом. В 1811 году, уже будучи признанным литератором и уважаемым вельможей, Державин издал записки, в которых безжалостно и подробно описал историю своего шулерства. В этих записках он, кстати, благодарит людей и обстоятельства, которые довели его до такого падения, после которого началась приличная жизнь. Об этом нам в школе не рассказывали.